Приветствую, друзья. Рамзан Кадыров признался, что без помощи федерального бюджета Чеченская Республика не продержится и месяца. Клянусь с Всевышним Аллахом, мы не сможем продержаться три месяца, даже месяц не можем. Ну, как он не старается, инвесторы в регион не идут. Я вам говорю, я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного инвестора. Впрочем, я был бы крайне удивлен, если бы инвесторы шли в Чечню. Я бы не сказал, что похищение и угрозы родственникам оппонентов – это работа по улучшению инвестиционного климата. Так или иначе, но, по словам Кадырова, федеральный бюджет тратит на Чечню более 300 миллиардов рублей в год. Нам, Россия, за год именно за республику, за содержание народа Чеченской Республики, за 300 миллиардов денег. На что идут эти деньги? Ну, помимо содержания бандитов и похитителей. Чечня – лидер по борьбе с нечистой силой. В России, во всяком случае. Экзорцизм в Чечне поставлен на поток и пользуется активной поддержкой властей. Центр досье выпустил расследование, как устроены и как финансируются империи бесогонов имени Рамзана Кадырова. Это Центр Исламской Медицины в Грозном. Здесь из пациентов изгоняют джиннов. Все дело в том, что раковые клетки и опухоли в организме человека могут быть работой, проделанной джиннами. Это я цитирую Инстаграм Центра. Примерно вот так выглядит процесс исцеления. Ты служишь кому? Кому ты поклоняешься? Иблису? Этому дьяволу? Ты хочешь между ним в огне сгореть? Да! А ну, а ну, покушу свой ад тогда. Каков он? Ну, блин. Нормально. Нормально? Это кадры из фильма о Центре Исламской Медицины. Центр существует 12 лет, существует при постоянном попечительстве и заботе Рамзана Кадырова. Основной вид помощи больным – чтение Корана над одержимыми джиннами. По словам богослова-целителя, в пациентке обитает два джинна, которые представляются как Светлана и Роман. Если Роман уже принял мусульманское имя Рамадан и готов покинуть тело, то Светлана уходить не торопится. На женщину наслали порчу, с которой джинн в нее и попал. Пациентом может стать человек с любыми симптомами и диагнозами, в том числе смертельными. Как говорят богословы, джинны способны вызвать любую болезнь. Поселившись в теле у человека, они могут привести к его слепоте, глухоте, довести до астмы или, что самое страшное, до онкологии. Принимают всех. Если при чтении Корана симптомы обостряются, значит джинн виноват. Чтобы начать лечение, не нужен ни полис, ни чеченская прописка. Помимо Грозного, специалисты исламской медицины примут вас и в Москве. Несколько клиник, прием всех желающих. Так вот, как же устроена экономика чеченских бисогонов? По данным базы «Контрфокус», компания сообщила о своих финансах только в 2017 и 2018 году, показывая нулевую выручку и баланс в 10 тысяч рублей. Как же может существовать целый медицинский центр вообще без доходов? Но это в российской базе данных. Центр исламской медицины стыдливо показывает нулевую отчетность. В международном реестре фигурирует, по-видимому, более отвечающая реальности цифра – около 11 миллионов долларов в год. По текущему курсу это около 850 миллионов рублей. Такие данные центр предоставил в реестр. Правда, после журналистского запроса о финансировании центра данные сразу исчезли из публичного доступа. 850 миллионов рублей – сумма, сравнимая с годовым бюджетом небольшого российского города. Примерно как у Тарусского района, например. Эти 850 миллионов фигурировали в международном реестре как объем продаж. В то же время центр утверждает, что ничего не продает и живет только за счет средств фонда Кадырова. Ну хорошо, а сколько именно фонд тратит на медцентр? Журналисты, его представители на этот вопрос не ответили. Один из чиновников Чеченского Минздрава на условиях анонимности рассказал расследователям из досье, что содержание центра обходится приблизительно в 1 миллиард рублей в год. Озвученная им сумма похожа на ту выручку, которую сам центр раскрыл в международном реестре. Так что, несмотря на понятную анонимность, скорее всего это близко к истине. Баланс фонда Кадырова, через который идет финансирование, в конце 2020 года составлял около 5 миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем годовой бюджет самого успешного публичного благотворительного фонда в России «Подари жизнь». Чим лицом является знаменитая актриса Чулпан Хаматова. Или, например, в 10 раз больше, чем собрал за тот же 2020 год фонд Хабенского. Впрочем, сравнивать фонды даже как-то странно. Хотя представители фонда Кадырова заявляют, что их бюджет складывается из добровольных пожертвований людей и компаний, но похоже, что на самом деле из поборов и откатов. Например, в 2015 году источники «Коммерсанта» рассказывали, что чеченских учителей и врачей заставляют перечислять до 10% зарплаты фонд Кадырова. Фонд также значится в учредителях нескольких компаний. Самая крупная из них – «Мегастроинвест». «Мегастроинвест» – это один из основных государственных подрядчиков Чечни. Таким образом, мы получаем следующую картину. Чеченские власти говорят нам, что Центр Исламской Медицины не получает денег из бюджета. Но Центр финансируется фондом Кадырова. А фонд существует на отчисление компаний типа «Мегастроинвест», которые живут, в свою очередь, за счет миллиардных госконтрактов, получая деньги из бюджета Чечни. А еще фонд Кадырова получает добровольные пожертвования жителей республики, тоже по большей части бюджетников. А бюджет Чечни, как мы помним, признание Кадырова полностью зависит от федерального бюджета. Так что изгнание джинов вместо доказательной медицины в Грозном все-таки оплачивают российские налогоплательщики. Но, может быть, эти деньги тратятся с умом? И по справедливости, может быть, российский бюджет таким замысловатым образом просто создает новые рабочие места в республике? Хотелось бы так думать, но вот нет. Куда уходят эти деньги? Можно посмотреть по инстаграму главы Центра исламской медицины Дауда Сельмурзаева. Тут и дорогие машины, и перелеты частными самолетами. Вы можете сказать, что вовсе не обязательно, что за машины и частные самолеты он платит сам. Это же просто инстаграм. Все так. Только если платит кто-то еще, то это либо взятка, либо это должно быть декларации. Ведь по удивительному совпадению, Дауд Сельмурзаев еще и заместитель министра здравоохранения Чеченской республики. А вот, кстати, его декларация, что самое смешное, дорогие машины там есть. Нет только дохода, соответствующего машинам и прочей красивой жизни. А хотите еще более интригующий факт об этом человеке? Такие высокие посты в системе чеченского здравоохранения он занимает, не имея медицинского образования. Сельмурзаев не врач. Однако является признанным специалистом в области исламской медицины. Оказал помощь тысячам людей, которые страдали тяжелыми недугами. Это я цитирую академика естественных наук Рамзана Кадырова. В инстаграме Сельмурзаева о дружбе с главой республики говорит каждый второй пост. Сельмурзаев называет Кадырова братом, его супругу снохой, а их детей племянниками. Но столь высокое и хорошо оплачивая место Сельмурзаев получил не только за дружбу в инстаграме. Сельмурзаев устанавливает в Чечне госмонополию на общение с нечистью. Он лично ездит по райцентрам республики и требует, чтобы жители не ходили по народным целителям, если у них нет лицензии от центра исламской медицины. Почему же бесогоны настолько важны для Кадырова, чтобы назначать их руководителя заместителем министров здравоохранения республики? Колдовство в Чечне – преступление против государства. Кадыров несколько раз объявлял войну ведьмам и требовал полного прекращения деятельности магов и целителей в Чечне. Он, видимо, опасается попыток заколдовать или приворожить его самого, а провинившихся отправляет в центр исламской медицины для изгнания из них джиннов. Центр – это для Кадырова, судя по всему, Министерство духовной безопасности. Это объясняет и высокий статус, и хорошее финансирование. За первые 10 лет существования через центр, по словам его руководителя, прошли более 400 тысяч пациентов. Если учитывать, что по данным Росстата, все население Чечни составляет около полутора миллионов человек, то, выходит, у экзорцистов выбывал каждый четвертый. Можно показаться, что это не республика, а просто какая-то страна джинов. Но это, конечно, не так. Чечня сама по себе обычный нормальный регион России. Ненормальным этот регион делают не обычные люди, не национальные обычаи и не религия, а руководство. Причем это даже нельзя назвать руководством, как нынешнюю Чечню нельзя назвать республикой. Чечня просто отдана на откуп семье Кадырова и его приближенным. Может ли Чечня иметь отличающуюся от Москвы и Питера традиции, обычаи, уклад? Конечно, может. И религию тоже может. Разные люди в нашей стране будут верить в Аллаха, Иисуса или не верить ни в какого бога. Это нормально. Ненормально, когда религия, традиции или уклад используются для насаждения без культуры и опасного для жизни и здоровья людей. И неважно, где это происходит, в Грозном или в Москве. Ненормально, когда бюджетные деньги десятками миллионов тратятся на знахарей и алхимиков вместо нормальной медицины. Проблема Чечни не в каких-то особых людях. Люди-то обычные, нормальные люди. И не в какой-то особенной вере. Ислам – одна из ведущих мировых религий. И не в каких-то особенных традициях. У всех народах свои особенные традиции. Проблема Чечни только в одном. Что в Чеченской Республике, впрочем, как и во всей стране, несменяемый автократ постепенно собирает в своем окружении преданных, но коррумпированных и некомпетентных людей. Постепенно теряет представление о реальной жизни за пределами своих дворцов. Постепенно заставляет платить людей за свою несменяемость все большую цену. Жизнями, перспективами детей, здоровьем, наконец. И это надо исправлять и в Грозном, и в Москве. Счастливо вам!